В Гомель вернулись серебряные призеры других европейских гульнях – боксер Владислав Смягликов и спринтер Юлия Костючкова. Спортсмены начали рихтоваться до новых стартов. Наш корреспондент Вероника Гамзюкова завитала до их на тренировки. Спортсмены, которые выступали на других европейских гульнях, подводят выники своих выступлений. Легкая атлетка Юлия Костючкова в составе сборной Беларуси отримала серебряный медаль. Гомельчанка выступала в эстафете четыре круги по 400 метров. Беларусам не хотела некольки сотых секунды, как стать переможцами с поборництва. Атмосфера была на европейских играх нереально крутая. Было очень много зрителей. Поддержка для Беларуси была очень огромная. Поэтому нас это подстегивало на более быстрые результаты. Все было классно. Тренер спортсменки означает, что Юля может бегать значно худшей. Зараз легкая атлетка начала подрыхтовку до командного чемпионата Европы. Далее в планах тренера и спортсменки завоевать лицензию на Олимпиаду 2020 года, якая пройдет в Токио. Серебро – это достойный результат. Но тут спасибо всей команде, потому что были явные лидеры, которые сработали очень сильно, которые тянули команду к этой медали. Но где-то были чуть послабее ребята, которые тоже сражались до последнего. И в итоге пришли к этой медали. Молодцы. Еще один серебряный призер других европейских гульняв – боксер Уладислав Смягликов. На Европеаде он дошел до финалу, где соступил россиянину Муслиму Гаджимагамедову. Поединок отримался яскравым. Ни один боксер не хотел соступать иншему. Но Смягликов не хотел физической подрыхтовки. Спортсмен не успел одновить свои силы перед финалом и, как выник, проиграл. До речи, уродженец Добруша со старта Европеады лечился фаворитом. Мне кажется, нашего опыта намного было больше, даже чем у россиянина. Просто где-то был он лучшим физически. Физические качества были получше у него. А что касается опыта, техники, он ничем не удивил. Эмоционально тяжело было. Когда я бронзу завоевал, то же самое, когда и в финал я вышел. Все одинаково было. Влад с первой секунды боя, он показал и до последней, но и здесь же, опять же, проявил свои самые лучшие качества. Немножко даже больше, чем нужно там и в технико-тактическом мастерстве, и в морально-волевых качествах. Несмотря на то, что он высокого роста, он прочувствовал то, что он может выиграть именно в ближнем бою. Надо быть ярче, надо быть и в этой сфере боя более убедительным. Он смог выиграть, одержал победу и тем самым принес для страны серебряную медаль, как минимум, и финал. Зараз у Владислава Смяглига взял невеликую паузу, после которой протягнет рыхтоваться до чемпионата света вся род мужчин, який пройдет в Екатеринбурге. А далее будет змогаться за лицензию на Олимпийские гульни. Вероника Хамзюкова, Павел Антонов, телерадио-компания «Гомель». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова